Десятки нетрезвых водителей, большое количество ДТП, многие из которых со смертельным исходом. Под колесами нетрезвых водителей за выходные погибли три человека. А всего в результате аварии на дорогах области жертвами стали шесть пешеходов. С их участием произошло восемь ДТП. Вечером в субботу на трассе Киров-Стрижи жертвами стали два пенсионера. Они переходили проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, когда на них наехал водитель японской иномарки. В Кирово-Чепецком районе на Зебре сбили двух женщин. Установлено, что водитель был пьян. Еще одно пьяное ДТП произошло в самом Кирове. На улице Горького под колесами иномарки могли оказаться сразу три человека. Мужчины успели отпрыгнуть в последний момент. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Водитель попытался скрыться с места аварии, но в итоге его задержали. Дуем, 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 дуем. Все достаточно. Результат видно? Антон, видите результат? 1,023 миллиграмм на литр водителя. Водители признались, что просто не видели пешеходов, которые внезапно появлялись на проезжей части. При этом даже переходы – не самые безопасные места для пересечения улиц. Не везде есть освещение, да и сами кировчане зачастую не думают о своей заметности. Пешеходы не использовали световозвращающие элементы на своей одежде. Известно, что световозвращающие элементы делают пешехода заметными на дороге и снижают риск наезда на пешеходов. Сотрудники дорожной полиции решили самостоятельно сделать пешеходов более заметными на дорогах. В понедельник они раздавали кировчанам отражающие свет наклейки. Стоит отметить, что за выходные на дорогах области только по предварительной информации были задержаны 30 водителей в нетрезвом виде.